С началом всеобщей изоляции первыми пострадали спортивные мероприятия. А что делать, если ты профессиональный футболист, результат работы которого виден только на матче, которые сейчас запрещены? О планах на будущее и о том, как поддерживать спортивную форму на карантине, мы решили поговорить с полузащитником футбольного клуба «Химки» Алексеем Скворцовым. Алексей, здравствуйте! Вы завершили сезон в качестве самой забивающей, если не ошибаюсь, команды лиги. Как удалось добиться таких результатов высоких? Мы больше всех забили, меньше всех пропустили. В принципе, тут засовы не только атакующей линии команды, но и защиты, в принципе, всей команды и вратарей. Ну, такая философия футбола у нас была, супер агрессивно. Нам, в принципе, сила плоды, много сил тратили на прессинге, за счет чего у нас было много моментов. После зимнего перерыва вы вышли уже с новым тренером. А как сработались, как себя показал новый тренер, насколько с ним было комфортно? Ну, сразу видно, конечно же, что тренер квалифицированный. И в то время был, не побоюсь этого слова, великий футболист по меркам российского и европейского футбола. То есть очень знающий человек, в принципе, только позитивно менее. Давай немножечко вспомним прошедший сезон. Была ли какая-то игра, какой-то матч, какая-то встреча, которая запомнилась наиболее всего? Ой, знаете, столько ярких игр было. Вы сами говорили, что статистика у нас топовая. Поэтому с каждым соперником это своя отдельная история. Но я скажу то, что у меня запомнилась особенно игра в Ярославле, поскольку после этой игры я ехал, мы обращались в автобусе. И у меня в голове засела мысль то, что этот сезон, этими пацанами мы выйдем в премьер-лигу. И я, если честно, ждал окончания сезона, боялся этого, когда уже все закончится. Не дай бог, что не выйдет, но вышло то, что мы вышли в премьер-лигу, и теперь вот я могу эту историю рассказать. А это когда игра была примерно? Это было в сентябре, и меня это запомнилось тем, что по приезду у меня как раз была свадьба. Ну, вообще, в принципе, этот сезон в Химках, я думаю, у меня на всю жизнь останется в памяти, поскольку мы за этот промежуток, можно сказать, два турнира выиграли. Это зимний кубок ФНЛ, который, в принципе, я часто в нем участвовал, но как-то все время больше это была подготовка к сезону, и не особо планировал его выигрывать. А тут приятно было то, что мы выиграли, плюс то, что мы завоевали путем в премьер-лигу. Расскажи о своем предыдущем опыте участия в премьер-лиге. Ну, это было в то, что я перешел с Тамбова в Сага-клуб в премьер-лиге. Я провел небольшое количество игр именно в премьер-лиге, но, тем не менее, успел дать голевой пас с Динамо Московским, в принципе. Это было очень приятно, поскольку не особо много игрового времени было, но, тем не менее, для меня это был запоминающийся момент. И, конечно же, то, что мы выиграли Кубок России. Опыт игры в премьер-лиге и вот в ФНЛ, есть ли какие-то различия или их нет? Разница именно в уровне мастерства, в мышлении футболистов. То есть, там более думающий футбол, а ФНЛ – это более агрессивный футбол, где очень много борьбы, очень вертикальный футбол, атака, оборона. Ну, по крайней мере, у нас у Химок было. В принципе, в этом различия. В премьер-лиге вам предстоит играть с очень сильными командами. Чем будете брать? Впереди Кубок России, полуфинал. Сейчас надо об этом думать. Тем более, у меня контракт заканчивается, поэтому посмотрим, что будет дальше. Тут надо будет с руководством разговаривать, какие у них планы на меня. Сейчас вся страна находится в самоизоляции. Чем сейчас занимается команда Химки, вот лично вы? Ну, вы знаете, это очень тяжелое время сейчас, поскольку ты привык, когда у тебя в крови адреналин, как минимум раз в неделю во время игр. Ну, утром выполняешь программу, которую тебе скидывают на почту, потом своими делами начинаешь заниматься, по дому гуляешь. Такой вот образ жизни. В принципе, я думал, что для профессиональных спортсменов это непривычный режим. Вообще, насколько легко или сложно было в это строиться? Потому что одно дело тренировки на поле, и совсем другое дело уже дома. Ну, конечно, поначалу ты ждешь, что скоро не так надолго это все затянется, и это самое напрягает, когда нет конкретики. Спасибо тебе большое, что уделил нам время. Еще раз поздравляю с выходом в Премьер-лигу, и удачи. Надеюсь, карантин скоро закончится. Можно я тоже болельщиков наших поздравлю? Этот сезон был незабываемым. Мы его провели на уровне Премьер-лиги, по моим ощущениям, поскольку мы были нагло выше всех соперников в Премьер-лиге. Плюс то, как мы играли с клубами Премьер-лиги в Кубке России с Оренбургом, с Рубином. Я думаю, им есть чем гордиться, и это навсегда останется в истории Химок. Субтитры подогнал «Симон»!